К другим темам. Что такое культура личности? Какой человек может считать себя по-настоящему культурным? На эти вопросы команде телекомпании «Актиз» ответили двое ангарчан с весьма внушительной разницей в возрасте. Очередная серия проекта «Взгляд поколений» прямо сейчас. Культурные люди будут сами по себе эрудирования, умнее. Культура – это сама по себе достаточно очень мощная структура. Она возникает только тогда, когда у человека появляется определенная табу. И вот когда человек начинает ориентироваться в системе этих табу, что запрещает эта культура делать и что разрешает эта культура делать, тогда, конечно, этот человек может считаться культурным человеком. Даже по культуре речи, мне кажется, можно заметить, какой человек является культурным, а какой нет. Соблюдать этикет, безусловно, необходимо. Если он не будет это соблюдать, конечно, будут возникать очень большие проблемы. Если обстановка такая более-менее неформальная, то считаю, что можно как бы немножечко пренебрегать правилам этикета. Но если же это в обществе незнакомых людей, то, конечно же, правила этикета соблюдать просто необходимо. Сегодняшняя молодежь существует в как бы таком и реальном понимании того, что она владеет вообще этим миром. Отличить, какая информация положительная, а какая отрицательная, они не могут, потому что фундаментальные знания у них отсутствуют. Конечно, культура молодого поколения, культура более старшего поколения, она отличается. Но при этом какие-то общие элементы данных культур, они есть, и все-таки молодежь ими обладает. Уважение к окружающим – это главное правило. Второе правило – это, конечно же, любовь. И третье, на что нужно опираться – это тот базовый набор ценностей, которые когда-то были провозглашены Господом нашим. Это Нагорная проповедь. Первым правилом я, наверное, скажу, что это уважение к собеседнику. Вторым правилом, я думаю, что это соблюдать нормы приличия. Ну и третье правило – чтобы не было каких-то таких оскорблений, может быть, со стороны человека к своему собеседнику. Занятия самостоятельные, они могут повысить этот уровень, и человек может достичь вершин, изучая это самостоятельно. Сейчас очень много открытых возможностей для людей для саморазвития и постижения культуры. Любить окружающий мир, любить людей, которые рядом, своих педагогов, своих родителей. Старшему поколению я бы посоветовал больше общаться с молодежью и быть более открытым к новым явлениям современности.